Всем привет, дорогие зрители, с вами Мистер Шпилкис, и мы продолжаем прохождение игры Пайн. В прошлой серии мы с вами попали во второе убежище. Здесь нашлась очень интересная головоломка. И, друзья, я тут побегал немножечко, поразбирался. Скорее всего, я нашел решение, не без помощи, конечно же, подписчиков. Спасибо вам за советы и подсказки в комментариях. Есть такой момент. Хочу немного сделать такое небольшое отступление. Когда читаешь какие-то диалоги, какие-то книги, какой-то текст в игре, сосредотачиваешься больше на прочтении этого текста, нежели на его смысле. На смысле тоже, конечно же, но кое-что ускользает. И поэтому, как бы, конец прошлой серии у нас был, ну, такой, как бы, много я бегал здесь, пытался что-то понимать. Делал не все здесь правильно и не обращал внимания на вещи, которые лежали здесь у меня практически под носом. Ну что ж, давайте по порядку. У нас с вами по заданию нужно исследовать это место. Что мы с вами помним? Мы нашли какой-то разрушенный особняк. В нем нашлось масса всего интересного, много книг, нашелся рецепт ключа. Так вот, чтобы сделать этот ключ, друзья, нам с вами нужно здесь немного повнимательнее поискать ингредиенты. Они все здесь есть. Вот, например, смотрите. Я все время бегаю вот так вот персонажем, да, выглядываюсь там порой в травку и так далее, но совершенно не замечаю того, что находится выше. А если нам поднять с вами голову выше, друзья, посмотрите. У нас найдется здесь интересное перышко. Крыло эвакрыла. Это один из ингредиентов нашего с вами ключика. Что за этой дверью? Ну что ж, узнаем, узнаем в этой серии. Дальше, смотрите. У нас с вами есть здесь подвешена так называемая кожа большелюда. Но она очень прочная. Мы с вами помним, в прошлой серии нам об этом говорилось. Но местные ученые, кто здесь занимался этими вопросами, они нашли способ все-таки расколоть эту кожу. И я в прошлой серии подумал, что вот этот звон, друзья, вот этот, это как раз тот самый звон, который мне нужен, та самая последовательность. Нет, здесь все с точностью до наоборот. Здесь не звон, именно глухой удар. Вот такой глухой удар. Нужно нам угадать теперь, где следующий глухой удар будет. На какой из мишенек. А еще желательно, конечно же, попадать, черт побери. Все, смотрите. У нас с вами окаменелая кожа большелюда. Отлично. Также в прошлой серии, друзья, я выполнил здесь вот эту эстафету полусупрепятствий. Ну не полусупрепятствий, а скорее это какой-то забег, какая-то гонка. Я ее выполнил бегом на ногах. У меня открылся здесь доступ к вот этому белозлобу, но на самом деле не все здесь так однозначно. Мы эту гонку выполним обязательно, но не сейчас. Не ногами хью, так скажем. Что ж, давайте будем продолжать. Спасибо вам большое за подсказки. С книгами действительно все оказалось гораздо проще, чем казалось на первый взгляд. Я просто дергал не ту книжку. Нужно было нам с вами вот эту книгу, потом вот эту, а я с вот этой книжкой заморачивался. На самом деле и поэтому у нас с вами не все здесь получилось. Но у меня получилось банально просто перепрыгнуть вот здесь. Сразу наверх я пробежал и забрал рецепт. И сейчас, друзья, давайте будем разбираться. У нас с вами говорилось, что местные ученые здесь пытались при помощи вот этого зуба раскалывать все подряд. Подсовывали всякие разные ингредиенты. Вот сюда, например, мы с вами этим в прошлой серии занимались. Вот такой вот механизм. Оп, и ничего не происходит. Что ж, давайте мы попробуем что-нибудь сделать. Но, так как у нас с вами появился сейчас дополнительный ингредиент, обратите внимание, на столе, если мы присмотримся на столе у нас с вами, появилась меточка. Ее раньше не было, была всего лишь подсветка. Смотрите, у нас новый ингредиент. Попробуем расколоть теперь кожу большелюда. Отлично, у нас все с вами получилось. Теперь у нас и кожа большелюда, и зуб светлоболота. Теперь, друзья, у нас с вами появилась возможность сделать ключ, при помощи которого мы попадем за ту самую тайную дверь. Что за ней пока еще неизвестно и непонятно. На самом деле, мне пришлось немножко переиграть, потому что я сделал, ну, так скажем, ошибку в прошлой серии. Я белозлоба закрыл. Его по-хорошему закрывать не нужно было. Ну, в общем, давайте все по порядку. Я здесь переиграл, до этого места сохранился, поразбирался и загрузился заново, чтобы вам все показать и рассказать. Что ж, давайте теперь скрафтим наш ключик, которым мы откроем вот эту дверь. Ммм, смотрите, нам нужно еще одно кролло. На самом деле, это не проблема. Я знаю где, но я думал, что здесь просто ингредиент, ну, так скажем, удвоен специально на случай, если ты второй не найдешь. На самом деле, второй у нас с вами находится вот здесь недалеко. Вот он, это перышко. Еще одно. Заберем его, и теперь у нас с вами не будет никаких сложностей. Мы спокойно скрафтим ключ. Единственное, что придется пробежаться еще разочек здесь по округу. Я единственное, что вот эти вот головоломки, я, так скажем, решил здесь за кадром, да, чтобы максимально нам с вами прохождение уделить время, а не беготне, как, допустим, в прошлой серии было под конец. Но ключ я не крафтил, поэтому, что за дверью, я, ну, догадываюсь, но точно не знаю. Так, ну что ж, теперь, Туш, мы точно с вами скрафтим этот ключ. Отлично. Так, посмотрите-ка. Давайте добавим немного света. Хотел, не получилось. Тут тоже эти рисунки. Похоже, мудрые всегда умели общаться с различными существами. И даже люди нашли с ними общий язык. Они обучали их. Слонокони, они на них ездили. Интересно, что еще могли делать с разными существами. Кажется, я где-то уже видел такую окраску. Кажется, это карта какого-то полуострова, и он находится где-то рядом с этим островом. Так, смотрите, вы нашли Тамин Бенц. Ну, по сути, пояс приручения. Почему-то перевод сюда не подъехал, но, друзья, я знал еще с первой серии, что здесь можно приручать существ. Как это делается, я не знал. Теперь мы с вами будем разбираться. Но света все-таки мы добавим. Как хотелось. И прочитаем, что у нас здесь за книга. Возможно, как раз про пояс. После долгой подготовки люди оказались готовы к практической части обучения законам биологии. Мы были удивлены их находчивостью и способностью к адаптации. Созданный ими приручатель очень творческое, эффективное приспособление для приручения существ. Нашей следующей целью было понять, как люди используют существ. Интересно, смогут ли они достичь того же превосходства, что и мы, мудры. То есть, смотрите, мудры, да, оказались-то не такими уж безобидными торговцами. Они, на первый взгляд, казались-то попроще ребятками, а выяснилось... Смотрите, можно сюда быстро попасть, если у тебя не получилось. Но если у тебя не получилось сюда попасть, ты дверь не открыл. Поэтому так и так наверху ты оказываешься по всем правилам. Покинуть убежище. Но, смотрите, это, кажется, не все. Вот, смотрите, у нас есть поезд, да? Можно приручить. Попробуем. Это очень интересно. И дальше что? А ты будешь бегать за мной? Да, ты будешь бегать за мной, пухляш. Интересно, интересно. Помните, в прошлой серии говорилось, что на них можно как-то прыгать? Да, посмотрите. Забавно, забавно. Хорошо. Так, ну все же. У нас с вами задание. Покинуть это одно, но мне кажется, не стоит спешить нам покидать это место. Потому что была речь о том, чтобы закрыть существ в эти клетки. Теперь-то, мне кажется, это будет сделать довольно просто. Потому что у нас есть поезд, можно просто завести туда животных, и все. Вопрос, зачем нам это нужно? А что, если мы поговорим с этим мудрым? А я вижу, ты нашел это орудие. Будь молодцом, помоги мне с существами, пожалуйста. А я пока постараюсь открыть все двери. А, вот. Значит, мы никуда не уходим. То есть, помочь нам так и так ему нужно. Хорошо. Давай, пухляшек, давай. Догоняй. Мой верный пухляшек. Не знаю пока, зачем ты мне нужен. Так. Смотрите, наверху есть какой-то рычаг. Ну, рычаг, как я понимаю, управление, да? Вот этими воротами. Допустим. Оседлать, смотрите-ка. Интересно. А ты можешь? Жесть. Ты можешь просто выйти отсюда и все. Пройти через двери. Забавно. То есть. Интересно, интересно. А, друзья, скорее всего, здесь немножко не надо бежать. Скорее всего, здесь нужно скакать на этом слоноконе. То есть, в принципе, смотрите, мы получаем этот пояс и у нас получается такое маленькое обучение основам, да, вот этого приручения использования здесь животных. То есть, смотрите, так или иначе, нам нужно здесь взаимодействовать со всеми. Давайте какое-то время здесь быстренько попередвигаемся на этом слоноконе. Посмотрим, что здесь. А, значит, чтобы открыть... Тут нарисован белозлоб. А мы с вами помним, белозлоб открывается, если нам пройти гонку, да? Получается так. Давайте попробуем. Так, допустим, время пошло оседлать. Погнали, погнали, мой верный конь. Словно конь, погнали. Интересно, пухляшек зачем нам нужен? На нем можно прыгать. На нем можно прыгать. А там рычаг сверху, да? Ха-ха-ха. Сейчас-ка мы это проверим. Сейчас доедем и проверим. Интересно. Ну, знаете, на слоноконе, конечно, да. Поспокойнее проходится эта дистанция, но и то впритык. Посмотрите. Вот. О, вот как это работает. Стоп. Все-таки меня интересует с пухляшеком вопрос. Пухляшек, идешь ко мне? Пошли. Пойдем, какое-что проверим. О, да ты через стены проходить может. Кстати, смотрите. Здесь есть иконочка, да? Пухляшка. А ну-ка, подожди, подожди, пухляшек, пухляшек, мысль идет, не мешай. Да, так и есть. Ну, мы просто, получается, открываем ту дверь, через которую банально можно пройти. То есть, баг здесь, как бы, дает возможность не заниматься вот этим всем. Так, хорошо. Значит, у нас с вами открылся белозлоб. Давайте попробуем его приручить. Так, отлично. Да, смотрите, все, он перестал быть агрессивным. Подведем его к вот этому, к вот этим воротам. К этому забору, интересно, что он сделает. Давайте посмотрим. Угу. Понятно. Ну что ж, тогда давайте потихонечку начнем загонять всех их в клетки. То есть, нам нужно белозлоба в клетку посадить. Давайте это сделаем. Так, отлично. Отпустить. Но, нельзя, он станет агрессивным, поэтому нужно побыстрее умести ноги. Парень опасный. Забираем пупляшика. Отлично. А, стоп. Нам единственное, что нужно... А я не знаю, есть смысл забирать пояс сейчас или, может быть, оставлять его и просто пояс будет перепрыгивать? Так, хорошо, слоноконь. Слоноконь у нас и так бы выехал спокойно, но ладно, давайте делать все по-правильному, как положено. Слушайте, круто, на самом деле, ездовое животное это очень круто, но и боевое животное тоже круто, представляете, в паре вот с тем же белозлобом, например, сражаться. Ну, было бы классно, на самом деле. Попробуем. Так, и последний у нас остался какой-то там тюлень. Тюлень, не тюлень, но кто-то такой сейчас вспомним. Самое редкое животное, которое мы с вами видим здесь на протяжении всего прохождения, поэтому я, честно, даже и не помню, как его звать, величать. Ты кто? Неизвестно. Хорошо. Тоже миленький такой, да, на самом деле, интересное существо. Возможно, тоже боевое, кстати, не исключено. А на клавишу Альт, посмотрите, теперь у нас есть возможность менять между собой наш фонарь и вот этот пояс, приручатель. Так, хорошо. Отпустим. Так, ну вы знаете, ладно, потом, я думаю, кого-нибудь мы с собой обязательно прихватим. Не в этот раз. Чудесно! Все вернулись по своим загонам, остальное тоже будут рады. А у тебя что? Ах да, дверь теперь открыта. Какое совпадение. Весь следующий год я буду думать, что же нам делать дальше. Не пропадай. Весь следующий год. Это будет длинное прохождение, друзья. Так, ну что ж, выходим. То есть мы с вами, смотрите, в прошлой серии нам дали выбор использовать ключ к тому или к тому убежище. То есть у нас оставалось два. Мы выбрали вот это. Смотрите. А, изменения на острове. Жители Эвальмара теперь презирают тебя и других людей. Все племена настроены к тебе враждебно. Так, мне кажется, упомянутый в описании полуостров играет очень важную роль. Я должен его найти. Обязательно. Только у нас сейчас будут проблемы. А, вы знаете, нам бы была злоба, наверное. Или слоноконя. Одно из двух. Или пухляша. Или тюленя. В общем, вы меня поняли. Не знаю кого. Давайте, наверное, для начала белозлоба. Все-таки боевое существо хоть как-то нам поможет здесь обороняться. А, посмотрим, где у нас вот где. Интересно, там мы еще с вами не бывали. Хорошо. Что-то как-то странно. В игре есть музыка, но она не играет. Почему-то не хочет. Отлично. Все, у нас теперь есть боевой питомец. прекрасно. Теперь нам ничего не страшно. Я бы на самом деле сейчас бы поискал кого-нибудь и с кем-нибудь закусился бы в неравном бою. Но мы помним в прошлой серии нас предупреждали о том, что охрана с собирателями сейчас в увеличенном количестве ходит. Поэтому нужно быть внимательным. так, вот тот самый остров. Интересно. И как нам туда попасть? Ну не так же плыть на самом деле. Так, далековато будет. Хотя, с чего я взял, что это этот остров? Давайте немножко по берегу пробежимся. Мало ли, вдруг какая лодка найдется, я не знаю. Но мне кажется, что нет, наверное, не в этой стороне, потому что как-то по карте я... Ну да, я довольно далеко. Ну все, давайте добьем быстренько вот этот кусочек, чтобы точно убедиться, что здесь ничего нет. Здесь ничего нет, хорошо. Белозлопчик, пошли, пошли со мной. Хотя, вы знаете, вот в таких перебежках все же, наверное, выгодно слона коня взять. С ним будет немножко пободрее вот это все происходить, потому что драться сейчас не с кем, а бежать далеко. слона конь сейчас бы был кстати. Игра, ты чего тормозишь? Ты издеваешься, что ли? С ума сошла. Пластилиновая игра, ты чего? Интересно, вот все к нам относятся враждебно. Допустим, а качать репутацию можно по-прежнему или нет? Это что? Песчаник. А надо? Нет. Нет, или взяли. А мешок переполнен, понятно. Так, смотрим, где мы с вами находимся. Ну, давайте, ладно, вот, может быть, куда-то вот туда, например, сходим. Может, там какая-то лодка или что-то подобное. Пока непонятно. Найди остров, изображенный на фреске. Да, я бы с удовольствием. Так, а стоп, а остров изображен на фреске. Так это вот он. Жест, я там что-то вдали выглядываю. Вот он, остров изображенный на фреске, черт побери. Хорошо, хорошо, отлично. Белозлоб, ты как плавать умеешь? Да, жесть какая. Игра, хорош. Смотрите, два Белозлоба впереди. Ну что, испытаем нашего красавчика, давайте. Белозлоб, пора начинать. У тебя все в порядке? Ладно, давайте сейчас сделаем вот так. Просто, хотя бы, чтобы он нанес мне удар. так, допустим. Интересно, я своего могу? Нет, своего не могу, отлично, хотя бы это продумано. Слоноконий, у вас тут все хорошо? А, смотрите, мы сейчас приручим. Да, хорошо. Да, теперь у нас вот такая вот история случилась, я понял. Ладно. Белозлоб, белозлобом, а слоноконя все-таки интереснее. Хотя бы скорость передвижения возрастет. Ну что, поехали. Не, ну классно, классно, друзья, вообще супер. Игра прям просто захватила меня. К сожалению, не получается как-то быстро ее пройти. на ходу нельзя кушать, запомним. Быстро пройти, приходится чередовать с разными другими играми, но, друзья, прям чистый кайф эта игра, на самом деле, всем рекомендую. Можете посмотреть прохождение у меня, а потом пройти самим. Я думаю, походить в этом мире тоже будет интересно. Так, смотрим. Какая-то платформа. Ну, точнее, не платформа, а какая-то площадка обзорная. А внизу мы с вами как раз сейчас сражались. Понятно. Справляемся дальше. Здесь по-любому должны быть сферы ихтионов. Смотрите, это и есть место из того описания. Интересно, что в нем особенного. Ю, давай же это выясним с тобой. Угу, смотрите-ка. Опять этот странный символ. Похоже, мне нужно кое-какое орудие. Осмотреть запирающий дверь механизм. Так, хорошо. Жесть, я бела злоба своего. это похоже на загон и в нем стоял белозлоб. Тот, кто здесь был, явно знал, что такое приручатель. Да, обидно. Хью, все в порядке с тобой. Жесть. Поехали, давай по нормальному сейчас поедем. Ну, я очень надеюсь, что мы с вами где-то найдем белозлоба здесь на острове, потому что их было три, один был мой и два чужих. И я всех их перебил. Скорее всего, нам нужно вниз и там будет третий этап этого задания. Это совершенно обычная лампа. Убежище, полая гора. А вот прикрепленный к ней механизм довольно сложен. Кто бы здесь не жил, они хорошо защистили свое пристанище. И механизмы здесь используются в качестве замка. Нужно найти третий и вернуться. Может, мы сможем наконец найдем место, в котором сможем поселиться. Оно кажется давно заброшенным и в стороне от всех остальных. Так, хорошо. А что если мы попробуем с вами немножко? Да, здесь явно нужно что-то еще, какой-то дополнительный элемент. Хорошо. Мудры могут помочь попасть в третье убежище. То есть сейчас мы с вами теоретически нашли как будто бы место, в котором сможет поселиться племя нашего Хью. Ох, игра как тормозит жесть. Игра ты чего? Издеваешься надо мной? Слушайте, ну где-то должна быть сфера их теонов. По-любому. Не может быть такое пространство без. А он не прыгает, кстати говоря. Это странно. Да, получается, ты только по ровным поверхностям можешь передвигаться. Так, ну знаете, я сейчас попробую без коня. Что-то мне подсказывает, что где-то здесь все-таки должна быть хотя бы одна сфера христиона. Так, Хью, давай, давай, дружище, на самый верх нам нужно с тобой попасть. Не знаю, зачем, но нужно это сделать. Так, смотрите, а дальше у нас невидимая стена. Пройти туда никак нельзя. Хитро. Хитро все тут сделано. Ладно. Что, вы знаете, никаких сфер тут, собственно, нету. Обидно. Обидно, досадно, но ладно. Так, ну что ж, тогда мы с вами идем к мудрам. Ах, Ю, ты очень вовремя, нам нужно кое-что обсудить. На Ивальмаре переживают, что ты заходишь в убежище и что-то забираешь. Этого делать нельзя. Но я же не хотел никому вредить. Это нужно не для того, чтобы убедить моих друзей, это нужно для того, чтобы убедить моих друзей пойти за мной. Нам это известно, к счастью для тебя. Мы знаем, где спрятан последний ключ, но ответ тебе не понравится. Вожди доверили их твоему старому знакомому рогачу-мудрец. Он поклялся защищать его. Но разве зазнай не друг? Я смогу убедить его, что мне лишь нужно попасть в пещеру на севере? Нет? А поживем, увидим. После лавины он исчез, но не исключено, что он разбил лагерь в окрестностях деревни, полный провал. Ты знаешь, где она? Скалистый берега тебя ждет. Я постараюсь его найти. И да, пока мы не забыли, какие-то скрытники обнаружили еще одного человека. Она зачем-то отправилась исследовать клинолесие. Что? Кто это? А мы почем знаем? Твой родич, пойди, найди ее. Ее. Хорошо. То есть, либо это какая-то из поселения, да? девушка. Ну, а либо какая-нибудь подружка для Хью у нас тут намечается. По сюжету, друзья. Почему бы, собственно, и нет? Белозлоп. Белозлоп, не стоит. Я сейчас тебя приручу. Смотри. Хм-хм. Да ладно. А, да? Ну ладно. Ну, так, значит так. Прости, Белозлоп, это просто бизнес. Мешки переполнены. Хм-хм. А ну-ка, заглянем в мешочки. Хью, хватит жрать. Ха-ха-ха. Хватит жрать, черт побери. Смотрим, что такое. Тарелка отравленного мяса. Нужна? Сомнительно. Травить кого-то будем? Вряд ли. Мы и так справимся, если вдруг чего. А вот бедро Белозлопа я возьму. Ай, жесть, не то, не то. Хью, ты что? Брось каку. Она дурно пахнет. И нам нужно яйца пухляшей тоже. Терышка возьмется? Терышка возьмется. Прекрасно. Так, ну что ж, отправляемся искать кого-то. Жесть, игра, да завязывай ты. Черт тебя дери, что за фризы? Ну что, вам сейчас пятаки начистите, или что? Ты разбила лагерь на наших землях, а ну убирайся из нашего леса? Эй, оставьте ее в покое, она из моего племени. Один человек это предел, Хью. Тебя мы еще потерпим, но не вас обоих. Я отведу ее обратно на шаткие скалы. Но... Так, интересно, ты кто? И чего сюда пришла? Посмотрите-ка, обжилась здесь, молодец какая, а? Нет, определенно. Хью, тебе надо присмотреться к этой девушке. Хорошая хозяйка. Я пыталась найти тебе от тебя целую вечность, Ильма, иноземье, что ты здесь делаешь? После того, как ты ушел, наше положение на скале стало только хуже. Все больше и больше людей считают, что нужно искать ответы здесь, поэтому я решил тебя найти. Здесь тоже небезопасно, а племена недовольны тем, что я обыскиваю убежище. Убежище? Это долгая история, мне кажется, я нашел место, где мы сможем жить, но отсюда до него далеко. И мне нужно кое-что сделать, чтобы его открыть. Ты можешь вернуться домой и сказать всем, чтобы они собирались. Путешествие будет не из легких. Герри Марла вряд ли меня послушает, но я попытаюсь. Вот я утащил из соседней деревни этот свиток. Может, ты придумаешь, что с ним делать? Спасибо, Ильма. Так, смотрим. Взрывная стрела задумка. Ну, как-то у меня с луком здесь не задалось, друзья, поэтому ну, надо будет, придумаем. Не надо будет, не будем придумывать. Скрафтить можем, но нет, пока не нужно. А, так, смотрим. Доберитесь до окрестностей деревни Полый Провал. А мы можем сразу туда телепортироваться. Прекрасно. Не зря же я собирал все эти наборы путешественников всю игру. Отлично. Значит, кое, значит, какое-то время Зазнай был здесь. Может, я смогу отыскать его вещи. Так, братаны, да? Подожди, братаны? Ну, братаны, да, только вражда у нас тут... Не, ну не со всеми. Нас как-то предупредили, что у нас со всеми вражда. Нет, не со всеми. С рогачами еще пока что братаны. Ну так, плюс-минус. Так, давайте сейчас быстренько здесь все осмотрим. Может быть, найдутся какие-то вещи Зазнайя. Хм. Ну это просто вход получается, да? То есть, нам может быть сюда и не нужно. Нет, там определенно сюда не нужно. Это все мы с вами уже видели и проходили. Хотя, кто его знает. Ладно, давайте сейчас пока изучим. Хью, жесть! Вот это да, вот это игра меня сейчас... Хью, братишка! Давай, давай, как-нибудь! Так, ладно, давайте вот как сделаем. Хотя бы так можно, слушайте. Застрять в текстурах это самое страшное, что может случиться в компьютерной игре. Вот так, хорошо. Торговец. А хотя, что толку торговец, если... Да, если... нас с ним безразличие, то есть мы купить ничего не сможем, можем только продать ради репутации, но этого делать не обязательно. Слышите, а ведь не исключено, что нам именно туда и нужно, куда я сейчас собирался пойти. Хотя, давайте вот сейчас изучим вот этот вот костерок дымящийся. Там что-то мерцает. Смотрите. От костра все еще идет дым, а это его рюкзак. А может, его след возьмет какое-нибудь существо? Быть может, прирученное существо сможет взять след и помочь тебе. Возьмешь след? Рогатый друг. Возьми. Так, хорошо, давайте, ладно, сейчас спустимся отсюда, посмотрим, какие у нас есть варианты для приручения и кого. Что-то мне подсказывает, что нам нужно с вами вот этого тюленя с бивнями. У нас есть белозлоб, но я не уверен, что он мне нужен. Ну, как говорится, попытка не пытка, в принципе, да? То есть, мы с вами можем это проверить. Может быть, и белозлоб сгодится, с чего я, собственно, взял, что он мне сгодится. Хотя, вот как его сейчас приручить? Нет, он сейчас не приручается. Определенно. Ну, белозлоб, прости, тебе не повезло. Ох, какой был пироэк шикарный. Хорошо. Так, а где нам кого сейчас искать? В принципе, я знаю, где есть вот эти тюлени, не тюлени, как там правильно называть? Но нам для этого нужно вот в эти края куда-то. Или нет? Или вот в эти края? Так, ну ладно, давайте прогуляемся здесь по берегу. Вдруг все-таки кто-то нам попадется. Так, секунду, а что, собственно, думать и гадать? Давайте-ка мы с вами сейчас вот как поступим. Кажется, они страдают от аллергии, присутствуешь здесь в воздухе, из-за чего постоянно чихают. Так, нет. Двухлык, вот они, как называется. Они живут группами и не любят, чтобы кто-то нарушал их распорядок дня, состоящий из перекусов, сна и прерывания между ними. белозлоб. Ну, вряд ли слоноконь, конечно. Так, все нормально, не напрягайся. Почему-то мне кажется, что нам нужен двуклык. Вот я не уверен, но вот что-то мне подсказывает. Быть может, прирученный существо сможет взять его следы помочь. Не напрягайтесь, лисята, а то по башне настучут. Так, давайте вот как поступим. Давайте сейчас возьмем слоноконя, приручим его. На нем в любом случае будет побыстрее все происходить. И куда-нибудь с вами скатаемся. Куда-нибудь куда, куда-нибудь туда. По пути будем посматривать этих двух клыков искать. Так, птиц, отвали. Отвали. Жесть. Он со скалы не спускается. Я думаю, что мы сейчас найдем двух клыков, приручим его и просто перелетим. Прямо туда, куда нам нужно. ловлю. Да, хорош там кричать. Курицы переростки завязывайте. Что-то я такое помню, что про двуклы, как-то в прошлой серии, по-моему, рассказывалось, что они зарывают что-то там и находят это, где зарыли. В общем, как-то так, что-то там связано было, что они как-то обонянием точнее обладают каким-то увеличенным. Ну, может быть, я ошибаюсь, но давайте все-таки я проверю свою теорию именно насчет двухлыка. А можно сражаться на ходу, а нельзя. Я помню, что находил их где-то в этих краях однажды. Причем целую группу довольно-таки большую. Вот они, вот они, отлично. А, здесь парочка куриц? Нет. Короче, все. Дальше мы вот так вот пойдем. Ну что, пробуем приручать вот этого красавчика? Оп. Отлично, все, он с нами. Теперь главный вопрос, сможем ли мы телепортироваться, чтобы он остался с нами? Сейчас мы это проверим. Если нет, то будем искать двухлыка уже тогда где-то близко с этим местом. Да, смотрите-ка, проблемка. действительно проблемка, то есть он не перелетает вместе с нами. Это плохо. Это очень плохо. Хорошо, давайте тогда куда-то отправимся. найдем кого-нибудь кого-нибудь другого, наверное. Вот этот момент я не знал, что он не перелетает. Значит, придется нам сейчас довольствоваться кем-нибудь рандомным. Вот там пухляшков у нас очень много. С них мы, собственно, и начнем. Пухляшки, а ну стой. А ну стой. Все, погнали. Погнали, сейчас проверим, так ли вы хороши, пухляшки, как про вас рассказывать. Но скорее пухляшек нужен именно для того, чтобы запрыгивать на какие-то ну высокие там платформы, уступы. Возможно, вряд ли он возьмет след, но я на всякий случай это проверю. Ну, а если нет, друзья, топать мне придется вот сюда. Ориентировочно. Ну, то есть немало, немало придется протопать, ладно, ничего страшного. Сократим на монтаже. Сейчас, если с пухляшом у нас с вами не прокатит. Жесть играта своими фризами просто достала меня. Смотрите-ка, пухляшек поскакал, красавчик. В самое сердце горы след ведет. Хорошо. Эх, пухляшек, пухляшек, чё ж ты молчал все это время, да, я тебя награжу прыжочком. Да, смотрите. Вот как оно оказывается все. То есть, первый раз я сюда пошел случайно и оказалось это правильным направлением. Этот тоннель проходит через гору насквозь. Похоже, что его изгнали. Надеюсь, он согласится отдать мне ключ и идти по следу. Так, стоп. А ну-ка, проверяем, сейчас мы сможем проехаться, чтобы по следу не ходить. Да, отлично, отлично. Ну я плюс-минус помню это место, поэтому нам скорее всего тут просто придется да, придется попрыгать, побегать. Хм, а платформа взяла и уехала, да? Так, сейчас будем разбираться. Вроде место это я помню, но уже... Ну да. Из памяти уже тихонечко уедливаются все эти истории. Так, вот что с вами нам нужно здесь сделать. Нужно угадать последовательность. Я ее не помню, поэтому мы будем угадывать. так. Слушайте, ну, по всему выходит, что угадали, да? Так, куда нам нужно поместить? Возможно, вот сюда. так, платформа уехала сразу же. Хитро, хитро. Но я думаю, что она должна вернуться, потому что я как раз с той стороны сюда приезжал когда-то. Это место я помню. так, хорошо. Смотрите, следы, да? Похожи на следы, по крайней мере. Получается, зазнай, сиди здесь, наверное, на самом верху, да? А, человек, я полагаю, ты пришел получить еще один урок? А, я, меня интересует убежище, мне нужен ключ, чтобы войти, моему народу грозит опасность. Как и всем остальным, Хью, ты не можешь продолжать действовать так и дальше, ты собираешься слишком большую силу в своих руках. Сила меня не интересует, я пытаюсь подыскать моему племени новый дом. И поэтому ты набиваешь карманы ресурсами, которые принадлежат другим и вещами, которые не должен был трогать. на эвальмаре так дела не делаются. Я использую их как ключи, они нужны мне, чтобы открыть место, куда я хочу отвезти остальных. Маяк уже был зажжен, Хью, и твои намерения предельно ясны и понятны всем без исключения. Я не хочу неприятностей, все, что мне нужно, это войти туда, осталось последнее убежище. да, тебе есть только один способ, для тебя есть только один способ получить ключ, оставь меня и быть может я расскажу вождям, что ты изменил свои намерения. Все, чего я хочу, это спасти мой народ, быть посему. Ты что задумал, здоровяк? Ты это брось. Ты задумал биться? Ты что сдурел? Вот так вот, не думал, что может произойти? А произошло? Так, ладно, хорошо, задумал биться? Давай биться. А, так ты бодрый, да, парень? Смотри. Хью! Попадать можно иногда. Не обязательно всегда, но хотя бы иногда. бодрячок. Выходим, выходим. Слишком узко здесь с ним драться. Хорошо. Что-то сбивается у него. Это хорошо. Неплохой комбо, кстати. и мало тратит выносливости. Подкатываемся, делаем удар, делаем другой, промахивайся всеми. Да, смотрите-ка, он спокойно пробивает через мое комбо. Какой ты жирный, а, дед? так, надо подхилиться немножко. Лучше держать полностью фулл хп. Жесть! Ничего себе! Чего-то как читер одним ударом бьешь. Все, отлично. Безумно жирный дед. Ладно, ключ забрали. Зазнай, прости. Надеюсь, ты оклемаешься. Нет, ты не оклемаешься. Ладно. Это, это не должно было случиться. Теперь об этом узнают все. Ну, почему он не хотел просто отдать мне ключ? Я должен бежать со всех ног, убежище ждет. Нужно проникнуть внутрь и покончить с этим. Изменение на острове, на острове выбранное племя поможет пересечь людям остров. Так, интересно. Пустырная обсерватория ждет тебя. Войди внутрь. Так, ну что ж, где она? Вот она. А что у нас ближайшее, куда можно долететь? Ну, скорее всего, с таким отношением к нашему Хью мы никуда не можем долететь, кроме своей скалы. Ну и то, собственно, нам сократит немножко путь, А, вот сюда можем и потом пойдем в пещерку, да? Это получается у нас, по-моему, хижина наших мудров. Не в пещерку, а в пустынку. Хотел сказать, а сказал в пещерку. Так, хорошо. А что у нас с репутацией? А ну давайте посмотрим. Ну, во-первых, можно сохраниться, кстати, как вариант последнего убежища, хорошо. А репутация у нас со всеми полностью на нуле. Ну что ж, как говорится, каждый теперь сам за себя, да? Ну, бежать нам прилично, друзья, поэтому продолжать мы с вами уже будем в следующей серии. В следующей серии отправимся в последнее убежище, посмотрим, какая головоломка нас ждет там. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение по поводу этой игры, этой серии, канала в целом. Если есть какие-то предложения, пожелания, друзья, советы, обязательно все пишите в комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.